Лекция 7, часть 2 нового курса «Критическое мышление на каждый». Как правило, в процессе курса, для того, чтобы обосновать, почему верна та или иная позиция, мы ссылаемся на исследование, которое подтверждает, на одно или несколько исследований, которые ее подтверждают. Интересно, что важно понимать, возможно, что в какой-то момент времени будет проведено исследование, будет получено результат и опубликована статья, а позже, например, это исследование не подтвердится. Другие ученые в другой лаборатории проведут исследование и получат противоположные результаты. И это хорошо, это говорит нам о том, что наука, научный подход, наука, они способны сами себя корректировать и исправлять с течением времени. И так часто и бывает. Например, в работе Нидиса за 2005 год написано, что примерно около трети медицинских исследований, медицинских работ, статей позже опровергаются. Например, вы помните наверняка, можно найти статью, что надо есть шоколад, можно найти статью, что не надо есть шоколад, надо пить красное вино, не надо пить красное вино. Почему так происходит? По разным причинам. Одна из причин, которую я сейчас упомянул, это то, что наука со временем может и часто сама себя корректирует, и это хорошо. Обратите внимание, большинство исследований, которые я ссылаюсь в процессе курса, как правило, да, утверждений, исследований, которые их объясняют, как правило, большинство этих утверждений, они основываются не на одной ссылке, не на одном исследовании, а на нескольких, но для краткости приводится одна или две. Тем не менее, возможно, что когда-нибудь какое-то, некоторые исследования будут опровергнуты. И это тоже хорошо, это позволяет науке корректировать само себя и идти в нужном направлении. И вот такой небольшой пример, перед тем, как мы закончим. Когда-то позитивные психологи, проводя лекции о позитивной психологии, разумеется, очень рекламировали, предлагали пользоваться на своих лекциях индексом Лосада. Индекс Лосада говорил, что если количество позитивной обратной связи, пропорции позитивных высказаний к негативным, равняются, находятся в таких-то границах, то такая группа или такая семья будет хорошо функционировать, и приводилось доказательство математическое, там, уравнение, фракталы и так далее. Очень было популярно, ездил Лосада, тоже давал лекции на свою тему. Что оказалось, спустя несколько лет, по-моему, в прошлом году, ученые перепроверили его результат и пришли к выводу, что они ничего не стоят, не стоят в единого лица. И что же, наука себя исправила? Ученые, занимающие этим позитивной психологией, которые ссылались на индекс Лосада, теперь же на него не ссылаются, а уже пересмотрели свою позицию. И это пример того, как эволюционирует и живет правильная, хорошая наука. Итак, друзья, мы с вами встретимся на седьмой лекции, часть 3, и поговорим о искажающем подтверждении.